МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости на седьмом канале. Меня зовут Евгений Петренко. И главные темы к этому часу. Метро в Красноярске не начнут строить в этом году. Почему работы откладываются? А главное, на какой срок? Почти 4 тысячи детей могут остаться без мест в частных дошкольных учреждениях. Я предлагаю муниципалитету оценить. Они вообще, они 3 тысячи детей, они разместят сейчас в этих садах? Почему так вышло и что предпримут власти? В городе начали проверять качество дорожного ремонта. Эту яму, которая, в принципе, образовалась на сделанном в прошлом году участке дороги. Где нашли больше всего нарушений? Помощь скорой? Необходимость вот в этой спецодежде и средствах инженерной защиты огромная. Расскажем, кто выделил медикам новую партию необходимых средств защиты. В Норильске задержали директора, главного инженера ТЭЦ-3, а также его заместителя. Их обвиняют в нарушении правил охраны окружающей среды. Правоохранители выяснили, что ремонт резервуара, из которого произошла утечка солярки, требовался еще в 2018 году. По данным следователей, согласие главинженера емкость под нефтепродукты ввели в эксплуатацию. Акт согласования подписывал директор предприятия. После промышленная экспертиза показала, что резервуар не соответствует требованиям безопасности. Однако, несмотря на аварийное состояние, сведома руководитель ТЭЦ, главный инженер и его зам продолжали эксплуатацию емкости с нефтепродуктами. В результате, по версии следкома, и произошла авария. За необеспечение безопасности при эксплуатации промышленного объекта второй категории негативного воздействия на окружающую среду Степанов, Смирнов и Кузнецов задержаны по подозрению в нарушении правил охраны окружающей среды. В ближайшее время им планируется предъявить обвинение и решить вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Отмечу своя версия. Причины ЧП есть и у Генеральной прокуратуры. Несколько дней назад в ведомстве заявляли, что техногенная катастрофа произошла из-за просадки грунта и бетонной площадки под резервуаром. Добавлю, высказались на эту тему и представители компании Норникель. Считаем данную меру неоправданно жесткой. Нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию. Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами. И сегодня они были гораздо бы полезнее на ликвидации последствий аварии. Из-за коронавируса сроки строительства метро в Красноярске переносится. Рыть подземку в этом году не будут. Как рассказали в компании, которая занимается проектированием, сначала из-за пандемии на несколько месяцев стала работа главков экспертизы. Буквально на днях она возобновила свою деятельность и предложила разработанный проект метро разбить на несколько частей, чтобы было удобнее решать рабочие задачи. А это дополнительно несколько месяцев работы, которые потребуют новых затрат. Однако денег на это сейчас в регионе нет. Финансировать большую часть исследований, а затем и первый этап строительства должен был федеральный бюджет в рамках программы «Чистый воздух». Из-за карантина, из-за ситуации в экономике 18 миллиардов из чистого воздуха правительство просто сняло. Просто Минприроды не смогло отстоять... Ну, это все не только Красноярское метро, но и всю стройку. Это речь идет только о бюджете этого года. Соответственно, в любом случае, даже если бы мы получили сегодня положительное заключение, проекта как минимум уходит на год. В Красноярске ввели режим ЧАЭС техногенного характера на улице 2-й Огородной. Решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. В Студгородке разрушается парковка и склон возле жилого дома. Мы уже рассказывали об этом в прошлых выпусках. По словам местных жителей, трещины в асфальте появились еще три года назад. С каждым дождем они только увеличивались. На этой неделе ситуация стала критической. Сегодня в мэрии разъяснили, почему произошла чрезвычайная ситуация. Застройщик, компания, реставрация неправильно выполнила уклоны пешеходные и автомобильные дорожки. Были проблемы и с водоотводом. Мы сегодня приступили к монтажу бордюра на этой территории. Бордюр отобьет воду на входе и сбросит ее в тот водоотвод, который существует чуть-чуть дальше, недалеко от соседнего дома на прилегающей территории. Мы в лоток сбросим эту воду. Мы считаем, что в случае осадков все возможные опасения наши будут уже исключены. Разрушений этих не будет. Сегодня ночью участок огородили. За безопасностью прохожих будут следить полицейские. А специалисты ГО и ЧС каждые два часа планируют осматривать участок. Затем начнут отводить воду. В дальнейшем проектировщики, инженеры управления капитального строительства и специалисты управления дорог и благоустройства сформируют новый склон из твердых каменистых пород и негабаритных больших камней. Для этого построят временную дорогу. Она нужна, чтобы завести стройматериалы на работу из резервного фонда Красноярска выделили необходимые деньги. По предварительным подсчетам понадобится 26 миллионов рублей. И это только первый этап. После ликвидации ЧС рабочие восстановят площадку перед домом. Специалисты подчеркивают, угрозы обрушения здания нет. В настоящее время паники по дому в самом деле не должно быть. Люди не должны собирать вещи и выезжать из этого дома. Необходимо какие-то оградительные мероприятия выполнить для того, чтобы исключить возможность людей ходить по тем местам, которые создали воинную ситуацию. Еще три женщины скончались от коронавируса в Красноярском крае. Им всем было больше 80 лет. Теперь жертв ковида в нашем регионе 53. За все время вирус диагностировали почти у 6 тысяч человек. Новых случаев за последние сутки 174. Больше всего, как обычно, в Красноярске. На искусственной вентиляции легких сейчас находится 47 человек. Тех, кто справился с болезнью, уже около двух тысяч. Выздоровавших по России 252 тысячи человек. За последние сутки это еще плюс 10 тысяч. Заболевших меньше, около 8,5 тысяч. Есть регионы, где нет ни одного нового случая заражения. Это, например, Севастополь и Ненецкий автономный округ. Тройка лидеров по стране остается неизменной. Москва, Московская область и Санкт-Петербург. Пострадавшие от паводков жители Красноярского края получат компенсацию. Об этом рассказал губернатор Александр Ус. Он отметил, что помощь получит каждый, кого затронула стихия. Кроме того, от 20 до 50 тысяч рублей выделят домохозяйством, если там полностью или частично потеряли имущество. Накануне глава региона проверил, как идут работы по ликвидации подтоплений в поселке Нарва Манского района. Из-за дожди там значительно поднялся уровень реки. Пришлось эвакуировать около 50 местных жителей, в том числе 8 детей. Спасатели продолжают бороться со стихией. Они отсыпают дамбы, чтобы не выпустить воду из русла. Я напомню, к такой ситуации привели затяжные дожди. Они начались еще на прошлой неделе. Кроме этого, у нас там в горах выпал снег и довольно серьезный снежный покров. Но вот такого резкого потепления не ожидается. Мы исходим из того, что дожди просто размоют все, что там есть. И волны, в полном смысле слова, удастся нам избежать. Тем не менее, мы этого не исключаем. И во многом, благодаря хорошему прогнозу, здесь удалось избежать такого драматичного развития ситуации. Режим ЧС продолжает действовать в трех районах Манском, Партизанском и Ермаковском. Еще в шести территориях подтоплены дороги. Паводки разрушили три автомобильных моста. Восстанавливать их будут за счет средств Дорожного и Резервного фонда края. Вода до сих пор не ушла из десяти деревень и поселков. Большинство местных жителей на время переехали к родственникам и знакомым. Для пострадавших спасатели подготовили четыре пункта временного размещения. Они могут вместить в общей сложности 230 человек. Прогноз погоды на ближайшие дни неблагоприятный. В Красноярске, а также в центральных и южных районах края обещают сильные дожди с грозами. Ветер может усилиться до 25 метров в секунду. Возможно, пройдет крупный град. Также синоптики прогнозируют на ближайшие три дня вторую волну паводков. На реках Оя, Кебеш, Тубы, Кан, а также их притоков, уровни воды могут превысить опасные значения. Возможно, затопление прибрежных построек и жилых домов. Обильные осадки могут размыть дороги, а также разрушить мосты и дамбы на прудах и малых водохранилищах. Уголовное дело 23-летнего красноярца, убившего подругу ее маленькую дочь, дошло до суда. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Напомню, трагедия произошла в сентябре прошлого года. По информации правоохранителей, молодой человек был пьян. Он задушил сожительницу и ее 4-летнего ребенка. Затем вынес и продал все ценности, которые были в квартире, после чего несколько дней провел рядом с телами погибших. Неладная заподозрила соседка, которая почувствовала неприятный запах и позвонила в полицию. Свой поступок мужчина объяснил ревностью. За что задерживала? Убийство. Кого убили? Ну, двух людей. Ну, конкретно кого? Девушку и ребенка. При каких обстоятельствах? Ревность. Обстоятельства, а не причины? Ну, просто преревновал. Ну, как это по ним? Ну, увидел человека, который идет под руку. Ну, все. Однако, в ходе расследования правоохранители выяснили, мотивом для убийства стали долги. В день преступления сожительница заявила о разрыве отношений. Женщина потребовала вернуть 210 тысяч рублей долга и автомобиль, которым разрешала пользоваться подозреваемому. Достать же средств мужчине было неоткуда, потому что он нигде не работает. Конкретно кого? Пригородные поезда на несколько дней сменят расписание. Завтра электрички будут курсировать по пятничному графику, в пятницу по расписанию субботы. 13 и 14 июня поезда ходить будут согласно своим календарным дням. Изменения связаны с празднованием Дня России. О других новостях в двух словах расскажем далее. На улице Калинина произошло смертельное ДТП. Все случилось в районе 12. По предварительным данным водитель Хонды выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Скания. В результате 37-летний водитель иномарки погиб на месте. Мужчина, управлявший большегрузом, получил травмы. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают все детали происшествия. Против мужчины, избившего фельдшера скорой помощи, возбудили уголовное дело. Ранее его уже наказывали за побои и вызов медиков без повода. Сейчас дебоширу грозит до двух лет лишения свободы. Напомню, он в состоянии опьянения нанес ногами увечья фельдшеру, которая приехала на вызов к его сожительнице. Зеленогорец помог полиции поймать пьяного подростка, управлявшего автомобилем. ГИБДД рассказали, мужчина удерживал ее в машине до приезда сотрудников правопорядка. Они выписали нарушитель штраф в 30 тысяч рублей. Выяснилось, что автомобиль принадлежит отцу друга-подростка. Он также находился в салоне в момент задержания. В микрорайоне Бугач построят самую большую школу города. В образовательном учреждении будут учиться полторы тысячи учеников. В управлении капитального строительства рассказали, что уже получено разрешение. Сейчас на территорию идет подготовка стройплощадки. Работы закончат в 2022 году. Около 4 тысяч дошколят могут остаться без мест в детских садах. Под угрозу закрытия попали частные учреждения. Именно они предоставляют места для тех, кто пока не может попасть в муниципальный детсад. Почему так вышло и какое решение предлагают власти, выясняла Мария Зарукина. Родители дошкольников обеспокоены. Банкротство частных детских садов, которые посещают их дети, может стать реальностью в ближайшее время. Общественная организация Совет Отцов направила мэру Красноярска Сергею Еремину письмо с просьбой разобраться в ситуации. Я предлагаю собственному муниципалитету оценить, они вообще, они 3000 детей разместят сейчас в детских садах. Те, кто не являются льготниками, да, и те, кто стоят в очередях на местах в детских садах, вот вы сами просто подумайте, я имею в виду, люди, подумайте, реально вообще разместить 3000 детей в существующие детские сады сейчас. То есть, если вдруг эти дети окажутся на улице. Вопрос скорее риторический. Проблема нехватки мест в детских садах в Красноярске остро стоит уже несколько лет и до недавнего времени частники отчасти решали эту проблему. Хочется прояснить, что частные детские сады это уже давно не показатель роскоши. В муниципальных садах мест не хватает и еще в 2014 году между городом и частными садами стали заключать договоры, по которым частники берут к себе детей из очереди, а администрация компенсирует им часть этих затрат. С наступлением пандемии муниципалитет субсидирования прекратил, ведь дети в сад не ходят, а значит платить не за что. Вроде все логично и ясно, как и то, что именно это может привести к закрытию частных детских садов, а значит детям снова придется вернуться в очередь. Напомним, детские сады не вошли в список предприятий, которые могут работать в условиях пандемии. Они прекратили деятельность одними из первых. О том, что частные заведения в Красноярске могут не пережить режим самоизоляции, их руководители впервые заявили еще в апреле. С тех пор ситуация только ухудшилась. Действия контрактов городская администрация приостановила, говоря юридическим языком, в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. Но даже в условиях пандемии нужно выдавать зарплату сотрудникам, оплачивать аренду помещений и услуги ЖКХ. Владельцы садиков, которые работают более 15 лет, говорят о закрытии своих ИП и банкротстве. За аренду я сегодня оплачиваю 210 тысяч за оплату сотрудников и налоговые вычеты в пределах 230 тысяч. И в сложившейся ситуации от половины помещений мне приходится отказываться. Как рассказывает еще один руководитель частного сада, они не только лишились субсидирования поранее заключенным договором, но и до сих пор не получили деньги за дежурные группы, которые открылись в апреле. Кроме того, их обязывают подписать дополнительное соглашение на уменьшение суммы контрактов. 13 апреля нас предприниматели пригласило Главное управление образования и сказала, что простите, уважаемые предприниматели, деньги есть, но мы вам платить не будем. В администрации города нам пояснили, что работу дежурных групп оплачивают в соответствии с контрактами. По ним деньги уже должны были перевести. Также в мэрии уверяют, что помогать детским садам продолжат. В бюджете на эти цели предусмотрят 25 миллионов. В настоящее время решают, каким будет порядок и условия предоставления субсидий. Мария Зарукина, Сергей Раков, Илья Сенькевич, Седьмой канал. В Красноярске начался гарантийный ремонт дорог. Подробности через минуту. В Красноярске начался гарантийный ремонт дорог. За прошлый год в городе привели в порядок 21 участок уличнодорожной сети. Лето – время, когда можно оценить качество работы и в случае необходимости устранить замечания. Какие успехи и погрешности в работе подрядчиков разглядели депутаты, расскажет Юлия Рядчикова. До 25-го года Красноярский край участник федеральной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Она финансируется из бюджета всех уровней. Дороги должны обустроить, отремонтировать и построить. Причем так, как заявлено в названии программы «Качественно». Только в Красноярске в нее попало 617 километров дорожного полотна. Ремонт в разных масштабах коснется 372 улицы. В прошлом году уже отремонтировали два десятка участков. Мое мнение, что вот застой воды немножко есть на правильной части, чего не должно быть. Еще износ разметки и отсутствие заглушек на ограждение, что привело к небольшой коррозии металла. Это недочеты в ремонте дороги по улице Краснодарская, которые отметил депутат Самет Юсубов. Сегодня муниципальные законодатели побывали в разных точках, где были отремонтированы дороги, чтобы проконтролировать качество работ. В целом же Краснодарская получила положительную оценку. Полотно без изъянов хороший показатель. Мы очень радуем, что здесь применены бордюрные камни из природных пород, то есть гранитные. Соответственно, срок службы у них будет значительно дольше. Вообще, там до 10 лет у них по требованию. Сделано очень много, точнее, практически вся улица именно для наших маломобильных граждан в основном выстроена. То есть тактильная плитка, а также все бордюры занижены. Улица Мичурина в Двоечниках, тогда как именно здесь ожидался наиболее качественный результат. На улицах Мичурина и Глинки впервые было сделано покрытие из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Считается, что это особо прочный материал. А на этих улицах всегда интенсивное движение. Большие грузы быстро выводят дороги из строя. Не то интенсивность движения недооценили, не то с прочностью просчитались. Депутат Олег Панченко считает, что с учетом дождливой погоды в скором будущем это будут аварийно-опасные участки. По его мнению, налицо ошибка в организации дорожно-строительных работ. Покрытие не должно заканчиваться по линии трамвайных путей. Эти недочеты можно будет исправить за счет сил и средств подрядчика, выполняющего данные виды работ, поскольку гарантийный период на эти работы у нас в городе порядка трех лет. Но опять наши жители-авторюбители будут испытывать неудобства в связи с подобного рода мероприятием. Очень хотелось бы поручить, наверное, администрации города пересмотреть свои приоритеты в плане выбора участков для ремонта этих автомобильных дуру. Новым ремонтом могут похвастаться улицы Кутузова, Парашютная, Урванцева, Спандаряна, Курчатова, Карбышева, Чкалова и Истынская. Насколько он сохраняет свежий вид, депутатам еще предстоит оценить. Обращения автолюбителей могут послужить навигатором для выездных совещаний парламентариев. Юлия Рядчикова, Павел Иваницкий, Седьмой канал. Жители края смогут сами выбирать, какие места в родных, городах и селах нужно благоустроить. В регионе уже несколько лет действует программа гражданской инициативы. О том, что уже благоустроили и что только планируют, расскажем в сюжете далее. У нас есть крепкие хозяйства и интересные творческие люди на уровне руководителей, которые эту работу уже ведут. Одна из показательных территорий в вопросах благоустройства Сухобузимский район. Там местные жители с 2013 года принимают активное участие в улучшении качества жизни. Именно здесь впервые создали муниципальную программу гражданской инициативы жителей. Сами люди и районный бюджет финансируют выбранный населением проект. 85% средств идут из краевого бюджета. Остальные 15% выделяют органы местного самоуправления, организации и граждане. При этом их участие обязательно в размере не менее 3%. Собирали собраниями, глава собирала, мы все собирались в ДК в местном и разговаривали с людьми. Большинство поддерживает, они как бы все за. В первую очередь для самих себя, чтобы и чисто было, и было куда пойти, и детям, и самим взрослым. За прошедшие 7 лет почти в каждом населенном пункте района отсыпали дороги, отремонтировали водонапорные башни, благоустраивали памятники, дома культуры, обновляли уличное освещение и парки. Всего было поддержано 85 проектов на сумму 5,5 миллионов рублей. А в 2017 году Сухобуземский район вошел в состав участников краевой программы поддержки местных инициатив. В 2020 году у территории появилась возможность поучаствовать в реализации нового краевого проекта, направленного на комплексное благоустройство административных центров. На эти цели выделено 50 миллионов рублей. Мы получили 39 миллионов финансовых средств, это порядка 27 проектов мы сделали. И самое важное, на наш взгляд и население откликнулось и в первую очередь называет, вот именно жители говорят, давайте сделаем вот это, вот это, вот это, вот это. И мы боялись, что наши клубы не вспомнят, а жители наоборот говорят, нет, давайте сделаем сельские дома культуры. Активно задействованы в реализации проектов и жители других районов края. В этом году это 270 поселений в 22 муниципальных районах. За три года реализовано больше 250 проектов. С начала реализации инициативы поддержка увеличилась более чем в два раза с 60 до 140 миллионов рублей. Всего за четыре года на это выделено более 400 миллионов рублей из краевых средств. По мнению губернатора, благоустройство для края одна из ключевых задач. Также Александр Русс отметил, главы территории должны проявлять особую инициативу в вопросах благоустройства. Виктор Бородин, Седьмой канал. Кто позаботился о здоровье врачей городской станции скорой помощи? Узнаем сразу после рекламы. Оставайтесь на седьмом. Для борьбы с коронавирусом городская станция скорой помощи получила крупную партию средств индивидуальной защиты. О здоровье врачей позаботился бизнес. Подробнее о том, какая поддержка в это непростое время оказывается медучреждением региона, расскажем в сюжете. Благотворительная помощь для скорой помощи. Настали времена, когда медработники как и никогда нуждаются в поддержке. В многочисленных коробках находятся одноразовые противочумные комбинезоны, хирургические халаты, медицинские респираторы. Все то, без чего оказание первой медицинской помощи ставит под угрозу здоровье самих врачей. Необходимость вот в этой спецодежде и средств индивидуальной защиты огромное. Огромное спасибо компании СОЭК за это. Огромное спасибо за эту помощь, за понимание, за то, что бизнес не остается в стороне, за то, что они понимают медицинских работников, медицину в целом. И, естественно, это все будет применено по назначению. Мы даже поделимся с водителями автохозяйства, потому что у них тоже проблематично со спецодеждой. Всего с начала пандемии в рамках благотворительной миссии угольщики передали в больницы шахтерских городов края и в медучреждения региона несколько десятков тысяч единиц средств индивидуальной защиты общей стоимостью около 15 миллионов рублей. Мы уже поставили в больницу Парковича, Красноярске две современные религиозные установки. Специалисты сервисного предприятия СОЭК Назаровского, гурномонтажного наладочного управления принимали активное участие в оснащении оборудования резервного госпиталя в городе Назарово. Мы поставили средства индивидуальной защиты в медучреждении шахтерских территорий Бородино, Назарово, Шарыпово. На помощь медикам бросили силы и волонтёры компании в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Хэштег Мы вместе». Они привозят на дом продукты, обеспечивают медицинскими масками жителей региона из группы риска. СОЭК уверяют, компания и дальше будет делать всё возможное для того, чтобы облегчить труд врачей, медработников, которые находятся на передовой. Успешный запуск прототипа суборбитальной ракеты провела частная Красноярская космическая компания. Почему это событие войдёт в книгу рекордов России и какие космические перспективы открываются перед сибириками, узнаете из следующего материала. Доли секунды и трёхметровая ракета со скоростью 2500 км в час, что вдвое быстрее скорости звука взлетела на высоту 15 км. Такого в странах СНГ не делала ни одна компания в частной космонавтике. Запуск произвели на спецполигоне в Кировской области. У нас основная цель это производство лёгкой ракеты «Носитель Сибирь», которая будет поднимать грузы до одной тонны на орбиту. У нас есть два этапа промежуточных. Первый этап мы прошли успешно, это был запуск ракеты 3 июня на 15 км. Второй этап это запуск ракеты суборбитальной на 100 км. Это уже космос. И мы будем первыми, кто достиг космоса и частного бизнеса. И соответственно на 2023 год либо 22, я надеюсь всё-таки 22, будут лётные испытания лёгкой ракеты «Носитель Сибирь», которая выведет нас уже в топ-5 мировых компаний космических. Также, чтобы совершать космическую перевозку грузов, национальная космическая компания обязательно должна получить соответствующую лицензию. Отметим, что в ходе испытаний прототипа ракеты «Вятка» были успешно протестированы бортовые системы телеметрии, система разделения ступеней, система спасения и поиска. По мнению разработчиков, это будет успешный коммерческий проект. И теперь информация о погоде. В четверг, 11 июня в Красноярске облачно временами дождь, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 735 миллиметров. Ртутного столба ночью 9 градуса, днём до плюс 18. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наш вайбер, ватсап, номер 8391-2900-333. А также следите за нами в социальных сетях. Это все новости к этому часу. В студии был Евгений Петренко. Оставайтесь на седьмом. Детские игровые комплексы для дачи с доставкой по вашему адресу. Скидывайте картинку вайбер, звоните 215-44-333.